Мы говорим, что ученые, мы не можем распоряжаться учеными, их потенциал разбрасывать бесцельно. Если ученый не преследует никакую цель и просто бесцельно распоряется на какие-то ненужные вещи, тогда мы теряем большой капитал, который мы могли бы вложить в правильные вещи. Нам также оппозиция говорит, что у них есть какая-то идея, которая недостаточно обдуманная. Но в том-то и суть, что ученые это люди, которые должны обдумывать свои действия. Они должны поставить правильные цели, когда мы будем получать правильный результат. Далее. Если мы представим такую ситуацию, у нас есть целый огромный потенциал, как команда ученых. Мы их причисляем как один из ресурсов. Скорее всего, ученый трудится не один, у него есть целая команда, которая помогает ему в открытии чего-то. Если их бесцельно, например, направить на изобретение, как сказано, куклы Вуду, которая нахажет твоего работодателя, потому что он несправедлив к тебе. Наверное, это будет как-то очень глупо направлять людей, которые абсолютно бесполезны, которые, возможно, не принесут так много полезного человеческого, как, например, изучение проблемы из лечения рака. Что нам важнее, например, спасти жизни, продолжить человеческую жизнь, принести какую-то радость в общество, понимание, что ученые эти работают над проблемой, которая очень-очень затрагивает все свои общества, чем мы будем изобретать какую-то глупую куклу, которая, скорее всего, не сработает, потому что это все мнимое, мнимая вероятность, что это перераскивает во что-то значимое. Также мы говорим о такой категории, как государство. Государство, оно выделяет деньги, это тоже относится к ресурсам, выделяет гранты ученым, одобряет их план проведения их экспериментов. Если со стороны государства будут выдаваться гранты, которые, ну, на какую-то идею, которая не имеет конкретной цели, а мы говорим, что ученые должны задаваться целью, чтобы как можно больше приносить пользы обществу, ведь на то они и ученые. Если ученые будут тратить свой потенциал, например, на, если государство будет выдавать деньги безответственно, значит, это будет растрата ресурсов. То есть, по факту, вы воспринимаете ученых как ресурс, некая машина, которая должна только приносить пользу обществу? Ну, ученые, ученые, они сами выбрали эту профессию, они хотят что-то изобретать для блага общества. Именно поэтому мы не суда, не говорим о них как о машинах, мы говорим о них как о человеческом капитале, о человеческом ресурсе, который заложен в обществе. Они выбрали путь помогать обществу. Почему тогда они должны бесцельно распыляться и не приносить пользу обществу? Если как раз таки, например, в теме даже у нас сказано, что мы не повынули отбываться выделяя таких изобретений. В том-то и дело, что как мы можем ограничивать изобретения таких с маленьким коэффициентом? Мы можем не выделять им деньги или не выделять им деньги. Они могут думать о том, будут ли они использовать всю свою команду бесцельно, или будут они все-таки продумывать и стараться изобрести что-то, что приведет к научному прорыву, что принесет благо в общество. И подбивая итоги, мы можем сказать, что оппозиция, она не понимает все-таки, куда она идет. Она говорит о том, что, возможно, это будет креативно, возможно, изобретение принесет какую-то пользу. Но на самом деле это все мнимая вероятность. То есть мы говорим, что лучше всего поставить какую-то определенную цель и идти к ней целенаправленно, чем бесцельно тратить капиталы, такие как ученые, материалы, это время, деньги и человеческий труд. А также государство должно ответственно относиться к тому, куда оно тратит свои ресурсы и таким образом направлять правильную ветвь науки. Спасибо. 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 Я Владислав Спиркач. Я представляю другого спикера першої опозиції. Тоже, сегодня я хочу начать нашу промову с того, что наши соперники правительства мали певную жесткую и точную позицию. Но, по-перше, где ваша вероятность в том, что больше выникает, на которые вы потратите столько денег, столько ресурсов, и при этом вы забороните творить другие ресурсы, что ваша идея спрацюет? Где вероятность? Ви сказали, что у нас много вероятности, что эти некорисные вещи не спрацюют, но у вас такая же самая вероятность, что вы потратили куча, прошу и зря. То есть, государство берет и витрачает свои ресурсы, финансы, людские ресурсы, для того, что, возможно, так же будет неэффективным, и тогда вы соперечите самим собой. В моей жизни я предлагаю, что много сейчас, как вы говорите, в 21-м столетии, хотя мы берем загалом, что в 21-м столетии сейчас в основном винахидцы, которые имеют прогрессивные идеи, получают деньги из собственного кармана, або они берут певные ресурсы из Патреона, из певных людских пожертв. То есть, они предлагают свою идею до загалу, загалу понравится, они ее начинают развивать. Гарный пример – это VR-очки, это всякие дрони, которые сейчас используются. Те же самое Иоанн Маск, он сначала работал не на государство, а с собственного кошелька и с покупок его клиентов. А в будущем это привелося до того, что у нас есть Тесла, которая одна из самых перспективнейших компаний, а также им помогает теперь и государство, которая увидела, что это, в принципе, вигибно ей. То есть, сначала винахидцы не отримуют певных вещей от страны, а они получают все ресурсы от того, что происходит с ней. То есть, что она сначала может быть неэффективной, на первый взгляд, в будущем может стать, наоборот, эффективной. Почему я так считаю? Через то, что было очень много примеров в истории, которые сначала были неэффективными, но с другой стороны, или перед, или после переперегляда, или с клином часу появились другие технологии, они начали развиваться, и они перестали быть некористыми и ставили користыми. То есть, мы видим, что ничего не можно сказать, что оно некористное, если мы не видим 100% гарантии. А такой гарантии у вас нет, что наши винахиды могут быть некористыми, как у вас нет гарантии того, что ваши винахиды будут користыми. Вот, продолжу, это, я могу сказать, что ваша политика очень сложная на СРСР, это не очень хороший фоблит. Я могу добавить, что в СРСР все виноватся на то, чтобы создать хорошие условия, хорошие выклады на сейчас. И до чего это привело? Это привело до совка. Это привело до того, что у нас не было иной перспективы на майбуте, вы не говорите, что не выкладывали деньги на певную науку в Украине, и через это сейчас у нас все не очень хорошо. Ну, знаете, СРСР також спочатку все кидало на БАМ, а потом все стравилось с БАМом. То есть, это не працючая политика, это придет на все возможные, полезные вещи, которые, возможно, будут користыми под другим соусом, под другим поглядом, под впливом еще додатковой информации. Воня может быть користыми и принята людьми, и в будущем будет развинута еще больше. То есть, добавляю, что до этого я могу сказать про скрытый потенциал, который может быть самым в людях, которые творят певные вещи. То есть, у нас есть, у нас есть люди, которая не очень никому не понимала, для того, чтобы считать, ну, рухи, и чтобы люди могли транслировать это на экране. Ну, для глухонемых. Вот, чтобы могли быть хотя бы какие-то спилклонности. Сначала это вообще не работало, и люди не хотели на это давать деньги. Но, в принципе, разработчик на это кидал свои собственные деньги, и в будущем это увидели, увидели эту хорошую идею, увидели хорошего разработчика. Гарная компания пришла, забрала этого разработчика на себя, дала ему ресурсы, дала ему возможности, дала ему коллеги, которые ему помогли в этом. И теперь у нас есть работа, который помогает глухонемым разговаривать. И это все было из-за того, что был не очень хороший проект, в который никто не вернулся, и считал, что нужно сделать что-то другое. Что полностью вам противоположить, и тем самым это не очень работающая система, которая в мире на данный момент не работает. Потому что сейчас в мире как раз керуются все стартапы, все патреони. Краина не выделяет деньги на то, что она не понимает. Она становится понимаемой для страны, только тогда, когда люди это принимают, понимают и хотят видеть. И только тогда страна выделяет на это свои деньги. Вот, продолжая до этого. Не все происходит из-за первого раза. То есть, вы говорите, что мы выдаем на это деньги, и у нас все получается. Не все работает из-за первого раза. Ваши деньги также не из-за первого раза могут быть полезными и могут быть также не полезными. То есть, вы будете противоречить самим собой, и тем самым вы будете выключать один из-за другого. Вот, я хочу сказать, что не всегда все работает так, как нужно из-за первого раза. Можно на это дать компьютерные игры и игропром. То есть, сначала были инди-игры, которые были никому не цікавые, которые были чисто для фанчика, для загалу. Пришли люди и с хорошим опытом, и с хорошим пониманием. Они увидели, что вот, человек может строить что-то гарное. Первого раза не вышло. Давайте у нас попробуем еще раз, або мы ей допоможем, и у нас строят краший проект. И так обычно и происходит. Так же в науке. Так же с будь-шим, что у нас происходит в мире. Поэтому эта позиция, что не нужно создавать какие-то некорисленные вещи, которые с первого раза не успевают, они полностью, эта думка полностью недеющая, потому что она не приносит никакой пользы. Ни для тех, кто создает, для них подходит шанс творить что-то недеятельное, або у них также не существует возможности, для тех, кто хочет что-то купить, они бачат, что не работает, не користо, мы не покупаем. Шукаем другую женщину, которая ни разу ничего не сделала, и надеемся, что у нее все выйдет. Гарный план. Продолжение до этого, чтобы загадить это все, почему это важно именно для нас. Если мы поддерживаем свободу думки выполненных, свободу думки винахидцев, то они, возможно, створят то, что раньше не было известно, они могут дополнить то, что именно нужно для нас, и, возможно, будет нужно в будущем. Мы не будем захватывать им свободу думки, то, что самым нужно творцу, самым нужно винахидцю, и мы не будем перекрывать для него возможности развития, которые он отримает не от государства, а от людей, от его коллег. Потом государство помогает, потому что работает. И наша система работает как раз тогда, когда работает эта система. Поэтому я думаю, что наша страна права. А еще добавляю, так часто происходят всякие казусы, и сами працюю, але є дуже часто вынятки, які працюють, и у нас є опять. Дякую. 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 уже, когда человек закончен, чтобы не передавать речь. Человек начнёт сейчас уже говорить, чтобы не передавать проходить здесь мимо, пока она будет говорить. Иди, не заходи, не пробуешь. Спасибо, Чудовы и студии. Спасибо, Чудовы и студии. Спасибо, Чудовы и студии. Но мы сейчас говорим о том, что они будут продуктивные учения, которые будут решать наши проблемы, которые будут помогать научиться, развивать наше общество. Поэтому этот момент не был преломатным в этой ситуации. Так еще до того, что есть штуки, которые были не полезными, но однако стали полезными. Давайте подумаем, сколько у нас было не полезных штуков. Их было больше, и они до сих пор не работают. Они до сих пор работают, чтобы просто задуматься ученого, который их выдастся, который рад, что он их выдастся. Однако, правильные качества общества они все-таки не приносят. А тех, кто их выдастся, значительно меньше. Мы говорим о том, что равна ценность ресурсов, которые мы вкладываем в эти необходимые производства, и их продуктивность, результативность назад, они не отвечают нашим ожиданиям. Мы говорим о том, что нам это не очень важно, оскольку, если у нас создается то, что потом будет нужно, это будет большой цена, если это не удастся. То есть, если мы сейчас выдастся очень много ресурсов на то, чтобы что-то сделать, а потом это не работает, то мы будем очень у минус. Теперь конкуратно до наших аргументов. Чему нам самое важное, чтобы ученики не создали таких венгодов? Наша главная мета – это развитие науки и общества. Что мы начинаем в первый год, однако, на жаль, не продолжаем, что общество страждает через вмещение фокусу на турнецах. Что мы имеем в виду? Замість того, чтобы находить что-то действительно потребное, ученики не втрачают жертвы на стивилиях и турнецах. Что мы имеем в виду на правильное, что мы имеем в виду? Это справедливость собственных проблем, зокременно голод, строга, переселение, хвороба. Они остаются нерозвязанными, и существо просто страждают, оскольки они понимают, что наша существо страждает. У нас есть много людей, которые страждают из этих проблем, которые не знают, как их решить. А наука працює на решении проблем с охотниками воду и керевниками. Мы понимаем, что наука должен работать на благое суспільство и на его развитие. То есть, если мы сейчас говорим о том, что наука працюет на турнецах, то, соответственно, она не развивается. Сенсы страждают так же самих ученых. Сенсы того, что они не развиваются, что им не могут застосовывать свой справедливый петенциал управления русского. Они распорождаются на турнецах и не развиваются профессионально. Это проводит до того, что, как бы они могли развиваться, они могли бы принести больше пользы науке и людству в загалом перспективе. Если они понимают, для чего им развиваться, понимают, что им нужно развиваться профессионально, как ученым, то они, соответственно, развиваются и приносят больше пользы и людству, что мы их хотим досягти. Также, другим аргументом, то есть, что наука, по сути, сейчас начинает заниматься больше как развиваться, больше как entertainment. Это просто элемент оппозиции, что для всех выноходов есть костей. Сейчас волнует цель для некоторых выноходов – развиваться. Вченки начинают умисно находить смешные дурнецы, чтобы развиваться людей, размешать их, пригородить увагу. Это как свой рейтный способ пропиариться и заработать в конце грошей. То есть, если они станут более известными, все будут знать, как чувака, как они, чтобы звезды между людьми и людьми, и керевниками, то он стает более популярным, и он может заработать на этом больше, потому что его больше знают, и это как способ черного пиару, однако он справедлив, но мы не можем этого этого не значить. Также, в чём проблема этого? В том, что правильной пользы общественности нет, и они могли бы присвятить ресурсы на лучшую цель. Стосовно ресурсов. Первый уряд говорит, что для того, что есть ресурсы. Мы хотели также обратить внимание на такие важные ресурсы, как интеллектуальные ресурсы, потому что интеллект в чеченнике неоценен, и может принести неоцененную пользу общества, если его правильное рост. Например, в основном два випадки. Например, мы принимаем этот интеллект на внеденную леки от рака или на тих самых лек в воду, которые влияют на ковидников. Давайте подумаем, где все-таки больше импорт будет на общество? Конечно, что будет в первую очередь, потому что он очень много людей, которые сейчас страждают этой хворобой. Если мы смотрим на эти длинные винаходы, которые значены в фослайде, то, соответственно, мы понимаем, что они не имеют стражного импакта. Эти винаходы не помогают, они его не развивают. Мы также хотим поговорить и про Шнобелевскую премию, оскільки это как подтверждение нашей тези про entertainment. Шнобелевскую премию, они обычно просто дают гроши за дальнейшие винаходы, как мы все знаем. Что это провокирует? Это провокирует стимули делать эти винаходы, даже для ученика нужны деньги. Они хотят заработать, как они хотят припиарить, и, соответственно, они просто ходят в какую-то зборницу, они витрачают наши ресурсы, как и грошевые, так и трудовые, так и властные интеллектуальные, которые вы могли бы спрямовать в инше русло, они витрачают на эти дурнице, чтобы заработать деньги, которые они потом снова вырастают, неведомо куди, а не на подвижную вернусь. Дякую. То есть, эти деньги, действительно, могут вырастить на что-то из коричневых, что дало больше корейства общества, для чего я постоянно обратила внимание на нашу кейсу. И, власне, еще до того, что оппозиция сказала, что кейс уряда работает только на «зараз», а на «фьючер», там будет что-то иначе. Мы хотим узнать, что какие-то наши уряда работают, как и на «зараз», так и на «найбуднюю» перспективу. Зокрема, зараз мы змусим ученик не розпорошиваться, сконцентруваться на важных проблемах, которые мы способны решить. Если мы сконцентруем на этом наши ресурсы, то все, что сейчас распораживаются, педут в правильный развитие. Зокрема, интеллектуальные, и они педут на решение проблем. Также мы покажем в общество, что это не «розвага», это не «энтертеймент», а это спосіб перешивати проблемы общества. Мы покажем, что проблемы есть как такие, что они потребуют все-таки решения, потому что мы должны их развивать, чтобы улучшить их жизнь. Также, в статусе «фьючер» мы маем швидше, а сейчас сейчас очень важная штука, мы имеем швидше решение проблемы, мы имеем развивание науки, мы имеем правильное вкладывание ресурсов, а также мы имеем важный вид. Что, в основном, доводит нашу полную мету, саморозвиток науки до общества. Я так же хотела значит, чому саме наш импакт більший, чому саме импакт другого стола. Мы разъясняли на эту ситуацию глубже, оскільки мы показываем вплив этого фактора как на общество, так и на ученик загалом. Мы показываем, что ставление до науки в принципе изменяется, оно искажается в неправильную сторону, оно стеет таким, как оно не должно быть в принципе. Мы понимаем, что наука сейчас начинается заниматься, а не способы мы понимаем, что на самом деле мы могли бы решить значительно больше проблем, как бы ставление до науки просто изменилось. Также мы говорим о расстройстве инфраструктурных ресурсов и показываем статус нов и статус фьючер, что невероятно играет роль в этом кейсе, поскольку мы показываем опозиции, что мы имеем влияние на фьючер также, а также мы показываем, что наш кейс действует, как и сейчас, так и в будущем. Тобто наш кейс должен быть запроведен, и именно наши талати должны быть. Дякую за вам. В основном запрашивается обширительные промывы запрашивается от человека подъездителя. Вначале, хотелось бы с того, что нам очень много Оляд рассказал про то, что ученый это очень ценный ресурс, про то, что ученый это, ближе все, интеллектуальный ресурс, который мы должны правильно распудать, правильно использовать, пускать в нужную роль. нет, ученый это, прежде всего, человек. Ученые это такие же люди, как и мы с вами. Возможно, они приносят большую пользу обществу, возможно, они выберут такой путь, но все же это люди. Давайте посмотрим на эту со стороны человека. Мы запрещаем ему делать то, что ему нравится. Мы запрещаем, ограничиваем его в возможностях делать то, что ему нравится. То есть, смотри, у вас есть ученый, который горит идеей, которому что-то очень нравится, который загорелся идея создания чего-то, своего чего-то, что, как считает правительство, как будет считать оценивающие органы, что оно не будет приносить большую пользу. Но при этом мы полностью не согласны с этим. И сейчас я хотел бы разобрать, почему. То есть, во-первых, мы не можем быть уверены в компетенции людей, которые будут оценивать, не то, чтобы в компетенции людей, а в людях, которые будут оценивать, то есть, в их понимании, в том, что они полностью будут осознавать то, как идет мыслительный процесс ученого, то, как ученые судят про это все, и то, как ученые мысли. То есть, они могут посчитать абсолютно бесполезными вещами то, что, то, что на самом деле может быть прорывом в науке. Также, то есть, по факту, давайте подумаем. То есть, ученые, действительно умные люди, может быть, им здесь будет лучше виднее, какие изобретения будут приносить, могут приносить, в конечном итоге, пользу обществу. Также, если мы уже, если мы уже говорим о том, что мы, что ученые совершают открытие, которое не приносит никакой пользы обществу, которое исключительно направлено на, скажем так, развлечения, то давайте подумаем вот о чем. Во процессе этого всего они увлечены, они заинтересованы. То есть, они будут смотреть на каждую умельчающую деталь, они будут действительно, они будут работать с вдохновением над этим всем, и в конечном итоге, возможно, какие-то элементы из этих вот, либо в процессе, либо в процессе, либо какие-то элементы будут использованы в дальнейшем. То есть, элементы этого всего будут полезны, или же в процессе будут сделаны, совершены какие-либо случайные открытия, что бывало крайне часто, что мы видели в множестве исторических проектов. То есть, условно скажем, мы видим какого-то ученого, который что-то там исследует про грибы, непонятные вообще, глупости. Конечно, мы не будем это финансировать. А в конечном итоге это выливается в пенициллин, ценнейшее лекарство, которое принесло столь много пользы человечеству. То есть, объективно говоря, вряд ли бы государство дало бы деньги, если бы пользовалось подобным принципом на открытии, которое принесло столь много пользы человечеству, как итог. Также хотелось бы обознать, что сами ученые, которым будет даваться больше свободы, которые будут даваться возможность работать, у них будет больше мотивации. То есть, смотрите, тех, кто их финансирует, они верят, что им, условное государство или, в общем, тех, кто их финансирует, дает возможность, как бы, возможно развлечься, возможно сделать что-то, что будет лишь в их умах, лишь в их понимании полезно. Но при этом потом они будут с большим, на самом деле, с большим желанием работать над дальнейшими исследованиями, которые, по вашему мнению, являются полезными, то есть те, которые цените больше всего вы. То есть, больше, эффективнее, сами те исследования, о которых говорили вы, становятся лишь эффективнее от того, что мы даем ученым, скажем так, отдохнуть, а возможно заняться любым делом. То есть, мы не можем говорить за всех ученых, мы не можем говорить, что все ученые пришли в эту профессию для того, чтобы приносить пользу обществу. Возможно, некоторые просто хотели приносить, не знаю, прибыль корпорации какую-нибудь условную, но в конечном итоге они могут, благодаря тому, что мы не будем запрещать, и мы будем продолжать финансировать их, пусть и глупые, для нас, возможно, глупые, для нас, возможно, нерациональные траты, в конечном итоге это может принести пользу обществу. Также мы хотели бы упомянуть про то, что мы не говорим про людей, у которых есть конкретные цели, конкретные обязательства, конкретные, у которых идет финансирование на какие-то конкретные научные фирмы. Мы говорим о тем людям, у которых есть свобода, то есть, какой-нибудь условный человек, который занимается исследованием какого-нибудь важного лекарства, лекарства от рака, то он не будет заниматься какими-то глупостями по пути. Но при этом, если мы условно дадим возможность, так сказать, отдохнуть, или, зачем-то, что ему нравится в данный момент, что будет, что его вдохновляет в данный момент, возможно, это положительно скажется. То есть, мы против столь серьезного ограничения права, свободы воли, свободы воли ученого. ученого как человека, ученого как личности. Также, мы хотели бы добавить, что общество все это время развивалось. То есть, вы говорили о том, что есть множество, получается, изобретений, которые могут считаться бесполезными. При этом, общество все это время вместе с ними развивалось, и оно никак не мешало общему прогрессу. То есть, некоторые вещи, как уже хорошо обозначала получилась первая позиция, что некоторые вещи, мы просто не знаем их потенциалу, но не то, чтобы они могут быть полезны в будущем, или что-то еще. Может быть, мы не совсем, не до конца понимаем их потенциал именно в процессе разработки. То есть, в конечном итоге, конечный продукт получится намного полезнее, чем рассчитывается, намного больше пользы принесет самому обществу. Также, мне хотелось бы немного добавить и разбить, получается, аргументы, которые были приведены в... это самое... первому, второму, я думаю, уже получается. То есть, они говорили, что ученые будут вытрачатый час на дурнице. Давайте посмотрим, прекрасный пример, как был РБ прием у нас в инфослайде. У нас есть ученый, получается, гениальный ученый, Виарик, и что же он делает? Он превращает себя в гурец. Что за глупость? Он трейдит свой интеллект на какую-то глупость. И при этом, в процессе всего этого он создает полностью рабочий, получается, прототип, протезов, которые работают от его непосредственного сигнала, от его головного мозга к частям этих протезов. И, собственно говоря, он мог решить, и это могло бы решить проблему паралича, это могло бы решить многие медицинские проблемы, необычные. То есть, просто человек, который дурачился, создал рабочие экзотики, что, мне кажется, очень серьезно было развено и науку, и, в общем, это много прорастается. Человек дурачает, занимаясь какими-то глупостями, по мнению нашего уряда, создает серьезный научный прорыв, что, по нашему мнению, нашей целью, что является главной ценностью для нас. По факту, главная ценность для нас, как и для уряда, это принести пользу человечеству, принести пользу для общества. И мы считаем, что, разрешая все эти исследования, не ограничивая ученых, не ограничивая их творческую свободу, мы и дадим значительный толчок обществу для дальнейшего развития. И то самое развитие науки и суспейства будет продолжаться в этом слове. Спасибо. 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 Что, який світ нам пропонує наша шановна опозиция? Наша шановна опозиция говорит о том, что даже дронуются вирусы, где они могут стать полезными в будущем, они могут потом знадобиться и все таки. Так, нам наводят пример, что мы говорим о том, что в том свете много чего не было найдено, и поэтому там эта штука может працювать. У нас она навряд ли працювает. Сейчас мы поговорим о чём. Мы говорим о том, что у нас есть много дроноватых винаходов, например, унитаз, который говорит, и типа, так, это прикольно, но он навряд ли кому-то поможет тем, что он начинает говорить с ним, когда кто-то зайдет в банк. Также мы говорим о том, что дроноватые винаходы, они, в основном, разъявляют креативность и дадут нам разуменитность. Мы говорим о том, что в нашем суспільстве нам нужно больше концентрироваться на науковых винаходах, власне, на винаходах, а не игрушках, с которыми можно погратися и такие прикольные. Что говорит Митті Мейт? Митті Мейт акцентрует нашу увагу на то, что, власне, наука, ее заведение – это решить проблемы людства. Нет, решить проблемы людства. И сейчас, когда все живут более-менее непогано и проблем таких негальных сев каждый день не переживают, все, власне, суспільство думает, что более-менее можно забить на это. Но мы говорим о том, что у нас есть много галузей, много суспільного життя, которые досы не покрыты, которые досы не решены. И мы акцентруем внимание на том, что нам необходимо сейчас решить эти проблемы, а не делать, власне, разовые какие-то прикольные винаходы. Нам говорят о том, что наши комиссии могут не работать. Так, мы не говорим, что будь-який винаход, который задумался, как корисный, он работает с первого раза. Проте мы говорим о том, что если мы концентруемся на корисных винаходах, мы занимаем правильный вектор для того, чтобы улучшить умовы жизни, для того, чтобы улучшить качество жизни людей. То есть мы на шляху решения с жизнью и суспільно необходимой проблемы, а на шляху сподевания на то, что, власне, ну, паука тоже на зверье стреляет, может, этот турнировый унитаз нам сходиться. Это не хороший вектор для всего общества. Власне, но, как мы наголошуем, прогресс для нас действительно возможен, потому что это ведет до постоянного улучшения умов жизни людей, качества их жизни. Нет, мы говорим о том, что, власне, когда человек концентруется на необходимое общество, он может найти какой-то коротиновый визот для полностью паралізованных, может найти лепет от болезней Альцгеймера то что. Мы говорим о том, что нам еще заявляет опозиция. Опозиция нам каже, что, если ученый працюет над фигняю, то у него будет натхнение. Мы говорим о том, что натхнение, загалом, у ученого, является тогда, когда он понимает, что он несет пользу в общество, когда он понимает, что он может изменять жизнь целого общества, когда он понимает, что его работа, на что он витрачает, достаточно...